Здравствуйте! Это программа «Общий рынок» в студии Кирилл Танаев. Мы говорим о главном, что произошло в экономике на постсоветском пространстве в 2010 году. Окончательное формирование таможенного союза Евразес и подписание полного пакета документов по созданию единого экономического пространства России, Казахстана, Белоруссии – это события ушедшего года, которые определяют экономическое развитие постсоветского пространства на долгосрочную перспективу. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Прежде всего, хотелось бы оценить итоги ушедшего 2010 года с точки зрения развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Добрый день! Уходящий год действительно стал выдающимся во всех отношениях экономической интеграции. Мало кто верил, что удастся в этом году приступить и завершить процесс формирования таможенного союза. Приступить в том смысле, что он заработал с 1 января как таможенный союз, а к концу года он уже окончательно сформировался как единая таможенная территория. У нас устранены таможенные барьеры в взаимной торговле, устранены барьеры, связанные с контролем санитарных, ветеринарных, фитосанитарных норм, которые стали едиными для всех трех государств. Устраняются технические барьеры. В общем, мы сумели создать общий рынок товаров. Это важнейшее условие построения эффективного интеграционного пространства экономического, основой для создания единого экономического пространства, в отношении которого тоже сделан важнейший шаг. Сформирована договорно-правая база. 9 декабря главы государств подписали пакет соглашений и одобрили соглашения, которые определяют формирование единого экономического пространства. Мы через год, с начала 2012 года, будем иметь уже не только общий рынок товаров, но и общий рынок услуг, капитала и трудовых ресурсов. Действительно, не успели привыкнуть к таможенному союзу, как уже единое экономическое пространство. И уже через год. Президенты трех стран говорили на саммите в декабре, что все это шаги на пути создания новой общности Евразийского союза. Еще год назад эксперты с заметной долей скептицизма говорили, посмотрите, мол, таможенный союз идет со скрипом, а вы уже о едином экономическом пространстве говорите, далеко еще ДЕП. И тогда действительно сложно было поверить, что всего за год экономическая интеграция трех стран выйдет на совершенно новый уровень. Таможенный союз начнет приносить реальную выгоду и станет хорошей базой для единого экономического пространства. Мы просто семимильными шагами движемся к поставленной цели. Это реально была титаническая работа. По объему, когда мы все это начинали, у меня были ощущения, что на это потребуются годы. Тем не менее, она сделана. Нам удалось сформировать базу единого экономического пространства до конца десятого года. Теперь перед экспертами стоит задача провести все в натуре государственные процедуры, необходимые для вступления в силу подписанных документов, с тем, чтобы с 1 января 2012 года стартовала работа единого экономического пространства. Решающими для создания ИЭП стали два события в этом году. Это саммиты высшего органа Таможенного союза на уровне глав государств в декабре и на уровне глав правительств в ноябре. Именно на этих встречах был подписан базовый пакет документов по ИЭП. Своего рода правовой фундамент. Всего 17 соглашений. Впрочем, подписанию предшествовал сложный процесс переговоров. Чтобы подписать документы по ИЭП, надо было снять эти вопросы сегодняшнего дня. Ну, например, между Белоруссией, Россией, да и Казахстаном вопросы таможенных пошлин, о которых говорил только что президент России, на нефтепродукты, на нефть, поставляемую в Беларусь. Такие пошлины существовали. То есть мы расчистили путь к подписанию всех 17 документов по ИЭП. Главный камень преткновения – экспортные пошлины на нефть удалось двинуть в сторону. Россия пошла на уступки и отменила их для Беларуси. Взамен чего последняя пообещала ратифицировать весь пакет соглашений по ИЭП. При этом пошлины с экспорта нефтепродуктов, которые будут производиться в Беларуси из российской нефти, будут полностью перечисляться в бюджет России. Хотя это компенсирует только часть российских потерь. Зато для Беларуси экономический эффект от отмены пошлин эксперты уже оценили. Это почти 4 миллиарда долларов в год. Главное достижение – это решение проблемы дележки нефтяных денег, идущих в Беларуси на Запад. Потому что в России не хватает нефтеперерабатывающих заводов, а в Беларуси два огромных завода, которые так и строились под общие нужды. Они работают на экспорт и получают большие доходы. Вот часть этих доходов надо как-то правильно делить. Вот вроде договорились по экспортной пошлине. Кроме того, тройка договорилась о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов. Это предполагает единые тарифы на транспортировку углеводородного сырья. Еще одно соглашение – это доступ к услугам естественных монополий в области электроэнергетики. Святая святых любого государства. Причем правила затрагивают и нефтяную, и газовую отрасли, а также сферу железнодорожного транспорта. Как может казахстанский оператор купить электроэнергию, более того, перепродать ее в рамках взаимоотношений трех стран по единым энергетическим системам? Прозрачно, понятно. Какие органы, если его ущемили, он может обратиться, ущемили его интересы, может обратиться за, соответственно, защитой своих интересов? Какова судебная процедура рассмотрения этих споров? Немаловажно, что страны ЕЭП договорились о единых правилах предоставления промышленных субсидий. При этом четко оговорили, что такое запрещенная поддержка. Например, субсидии, выданные акрарием с обязательным условием закупки отечественной сельхозтехники. Тройка также договорилась о единых нормах поддержки сельхозпроизводителей. Государственная поддержка, которая оказывается производителем сельскохозяйственной продукции, она не будет превышать 10% уровень от валового продукта сельского хозяйства. Позаботились и о макроэкономике в странах ЕЭП. Например, установили единый уровень инфляции. Он не должен более чем на 5% опережать рост цен от наименьшего среди трех государств. А объемы госдолга не должны превышать половину внутреннего валового продукта. Координация макроэкономической политики. Получается, что невозможно даже более-менее цивилизованные меры недобросовестной конкуренции в виде бюджетной политики, в виде курсовой политики, конкурентной девальвации своих валют. Это окажется невозможным, что на самом деле очень правильная вещь. Общий рынок товаров, услуг, капитала и трудовой силы – это и есть единое экономическое пространство. Почти 170 миллионов человек – население России, Казахстана и Беларуси. У тройки появится возможность стать более мощным элементом глобальной конкуренции. К тому же такой рынок становится более привлекательным для инвесторов. Эксперты уже пророчат многомиллиардные выгоды от создания единого экономического пространства. Ждается, что соглашения вступят в силу уже в середине будущего года. А с начала 2012-го ЕЭП должен заработать. Игорь Наймушин, Роза Досумова, Дмитрий Громов для программы «Общий рынок». Не успели еще высохнуть чернила на документах по созданию таможенного союза и единого экономического пространства России, Казахстана и Беларуси, как началось обсуждение перспектив расширения нового интеграционного объединения. Интрига, конечно, не в присоединении к тройке стран Средней Азии. Речь идет о возможности и формате участия в этих процессах второй по объему постсоветской экономики – Украины. По уму и экономическому здравому смыслу создание общего рынка стран таможенной тройки и Украины выгодно всем. Причем выгодно чрезвычайно. Однако есть мнение значительной части украинского политического класса, что путь страны – интеграция с Евросоюзом. Есть позиция стоящих за президентом Януковичем крупных бизнесменов и промышленников, совсем не горящих желанием углублять кооперацию с восточными соседями. Есть, наконец, конституция Украины, которая запрещает вступать в межгосударственные объединения, предполагающие наличие наднациональных органов. Как это сочетается со стремлением в Евросоюз, в котором страны как раз делегируют весьма существенную часть своего национального суверенитета Брюсселю, остается неразрешимой загадкой украинской политической души, вот уже 20 лет мечущейся между тем, что хочется, и тем, что можется. Поэтому самый существенный вопрос наступившего года – удастся ли найти взаимовыгодные и взаимоприемлемые формы вовлечения Украины в единое экономическое пространство, а также в выстраивание скоординированной торгово-экономической политики с Евросоюзом. Все мы знаем, что есть определенные ограничения, заложенные в украинскую конституцию, есть определенные настроения украинского политического класса, есть настроения, в конце концов, бизнеса, который стоит за президентом Януковичем, и известно, что их устремления скорее направлены в Европу, чем на более тесную интеграцию со своими соседями, с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Какие здесь могут быть перспективы? Вы знаете, жизнь заставляет нас всех искать правильные решения, особенно в условиях глобального кризиса. Украина пострадала в период кризиса больше всех, и распад Советского Союза больнее всего ударил по украинской экономике. То есть практически спасти украинскую экономику может только восстановление кооперационных связей, восстановление сотрудничества с Россией, Белоруссией в рамках тех кооперационных межхозяйственных взаимодействий, которые у нас сложились веками. Мы можем с Европейским Союзом иметь отношение к свободной торговле только вместе, втроем. Таможенный союз, Украина, если она, допустим, не входит в таможенный союз, сохраняет суверенитет. И если она хочет сохранить с таможенным союзом отношения к свободной торговле, это означает, что переговоры с Европейским Союзом о преференциальном торговом режиме свободной торговли мы должны вести вместе на согласованных позициях. Президент России говорил о возможности в перспективе построения большой зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Конечно, вместе с Украиной. Конечно, нам хотелось бы, чтобы Украина была с нами вместе в рамках единого экономического пространства. Но даже если этого не произойдет, отношения с Европейским Союзом мы должны выстраивать вместе, потому что в противном случае эти два стула, на которых Украина пытается сидеть, неизбежно разъедутся. И все-таки, что дает ускорение постсоветско-экономической интеграции каждому, кто живет в создающемся теперь уже Евразийском Союзе? Конечно, кому-то для счастья достаточно известие о 50-процентном росте взаимного товарооборота между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Но большинство все же живет более прагматичными интересами. Когда мы, простые граждане России, Белоруссии, Казахстана, теперь уже объединившихся в единое экономическое пространство, почувствуем, что что-то в этой жизни изменилось. Когда мы увидим не только действительно впечатляющие цифры роста товарооборота, но и вот свои повседневные обыденные жизни, почувствуем перемены к лучшему. Во-первых, надо сказать, что мы это уже ощущаем. Жители приграничных регионов и предприятия, которые там работают, сегодня могут провозить грузы без таможенного оформления и контроля, как через российско-белорусскую, так и через российско-казахстанскую границу. На российско-казахстанской границе сохраняется отдельный выборочный контроль по тем грузам, в отношении которых есть изъятие из единой таможенной территории. Таких изъятий у нас всего несколько штук, они будут устранены к 1 июля будущего года. То есть мы будем завершать формирование единой таможенной территории. Это означает, что мы должны создать не только общий режим функционирования нашего пространства с точки зрения движения товаров внутри и пересечения общей границы, но и выстроить с третьими странами, одинаковые для всех отношениях. То есть унифицировать торговые режимы, прежде чем в СНГ. В течение года после того, как соглашения по единому экономическому пространству пройдут ратификацию и вступят в силу, с января 2012 года у нас наряду с общим рынком товаров заработает соглашение об услугах, создающие рынок услуг, соглашение по энергетике, по железнодорожному транспорту, по трубопроводному транспорту, газу, нефти, которые образуют общее энергетическое пространство. Таким образом, мы завершим формирование экономического союза, можно так сказать. На повестке дня переход к более гуманитарным аспектам интеграции, которые волнуют людей. Главы государства дали поручение проработать возможность переноса паспортного контроля на внешний контур нашего единого экономического пространства. Все это реально, все это в интересах людей. И я уверен, что миллионы наших соотечественников, которые пересекают границы с Белоруссией, границы России и Казахстана, уже сейчас видят преимущества, и в дальнейшем эти барьеры будут исчезать, поскольку мы создаем не просто общее экономическое пространство, мы создаем общее пространство для развития, для реализации творческого потенциала, возможности людей, которые живут на нашей огромной евразийской территории. Мы говорили о главном в экономике на постсоветском пространстве в ушедшем году. Это была программа «Общий рынок». С вами в студии был Кирилл Танаев. Всего доброго. Увидимся. Продолжение следует...